Книга «Открытым оком». Тема «Рождение». Том 7. Вопрос 1882. Когда ученики Христовы хотели испепелить селение, где не прияли Христа, то Он их упрекнул, что они не знают, что теперь иной дух должен быть, дух кротости и милосердия. Евангелие от Луки 9.55. Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа?» Конец цитаты. А среди святых в житиях были ли случаи, когда можно было бы рассудить, что они тоже не узнали, какого они духа, когда показали гнев нерассудительный? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Таких случаев было много, и не это дивно, а то, что все это сходу оправдывается житописателем. Это наше, значит, так и должно быть. Послание Якова 1.19.22. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающие самих себя». Конец цитаты. Яков Незибийский. Память 13 января. Однажды, когда он переходил через встретившийся по пути поток, несколько девиц, мывших одежды с высокоомнаженными ногами, смотрели на одетого в необычные одежды пустынника бесстыдным взором, не стыдясь ни его почтенного вида, ни своей ноготы, и стояли перед ним с наглостью, не покрыв своих голов. При виде такого бесстыдства святой разгневался, желая проявить через наказание их силу Божию, а также посрамить идолопоклонство нечестивцев через совершение чуда, он проклял источник, из которого выходил поток. Источник и поток тотчас же высохли, так что в них не осталось ни капли воды. Проклял он также этих девиц и наказал их бесстыдную юность внезапную старостью. По чудодейственному слову святого, черные волосы на их головах тотчас посидели, и они сами вдруг состарились, изменившись подобно листьям на молодых деревьях, когда вдруг поразит их мороз. При виде внезапного исчезновения воды и появления на каждой седины, девицы пришли в ужас и, придя в город, рассказали всем об этом. Увидев чудо, граждане пошли к великому чудотворцу святому Иакову и стали усиленно просить его сжалиться над ними и возвратить им воду. Просьбы их тронули святого. Он помолился Богу, и источник снова наполнился водою, и по-прежнему стал течь поток. Народ просил святого, чтобы он помиловал также девиц, и вместо преждевременной старости снова возвратил им молодость. Святой готов был и это сделать, но когда спросил, где девицы, то их не оказалось, ибо они не пришли к святому с раскаянием. За такую нераскаянность он так и оставил их в наказании, чтобы они помнили о чудесной силе Божией, и для того, чтобы и другие поучались из сего целомудрию и благопристойности. Таково было чудо этого нового Моисея, которое он совершил не ударом жезла, но знамением святого креста, и более чем чуду следует удивляться его кротости, именно тому, что он не послал, подобно великому пророку Елисею, медведиц для растерзания бесстыдных девиц, но, уча их благонравию и богобоязненности, ограничился только незначительным наказанием, уменьшением красоты их наружности. Говорим это отнюдь не в поношение гневу пророка, а лишь чтобы показать, что святой Иаков имел ту же чудотворную силу, как и пророк, но обнаруживал ее в духе благости Христовой и, соответственно, Новому Завету. Макарий Александрийский. Память 19 января. Стоя же в углу, преподобный Макарий непрестанно работал и не отдыхал от трудов, ни разу во все время не сел, не лег. Если же по необходимости он уходил со своего места, то, возвратившись, снова стоял, не отверзая своих уст, ни с кем не разговаривая, но в молчании всем сердцем своим вознося молитвы к Богу. Увидав такой подвиг преподобного, подвижники того монастыря разгневались на своего Авву и стали говорить ему «Откуда ты привел к нам, к нашему посрамлению, такого бесплотного человека? Или его удали, или мы уйдем из монастыря?» Симеон Столпник. Первая память 1 сентября. Но только лишь стали есть, внезапно пораженные гневом Божиим, потеряли голос человеческий и начали кричать, как олени. Бегом прибежали они к святому Симеону, неся с собою кожу оленицы, как обличение греха своего. Пробыли они у Столпа два года и едва могли исцелиться и заговорить по-человечески, а кожу оленицы повесили на Столпе во свидетельство о случившемся. Стихотворение. Лицо лукавое, совсем как у артиста, кривое зеркало с начинкой у обмана. Нам заповедано во всем быть честным, чистым, булыжник не держать за пазухой в кармане. Есть узкие глаза, раскосые, с прищуром, и кожа белая, и черная, как сажа. Нас могут по лицу проверить и прощупать. Лицо о прошлом многое расскажет. На лицах иногда одна беда, разочарованность блудливых наслоений, печать отверженности, где живьем среда, активность плещется или достаток лени. Лицо наш паспорт и окно души, на нем и добрая, и злость, что не вместилась, пылающая страсть вдвоем тушить, змеиный взгляд, кровь холодеет в жилах. На личность, на лице, твой институт, лицей, твой подиум, раскрашенный под елку, оно подскажет, это фарисей, а это бык тупой, а это просто телка. Лицо у верующих мудрость озаряет, и трезвый блеск прищедрого от счастья. Здесь, на земле, задело небо краем, и хочется с земным навеки распрощаться. Блаженство предвкушения от предстоящих встреч, содружество с премудростью и светом. Как хорошеет взгляд от распрямленных плеч, когда признание в любви уже пропета. Фотогенична святость престарелых, седых волос, морщин и бороды. От цвет одежды, от крещения белый, оставил на лице свои следы. Лицом к лицу встречаюсь на молитве с Христом Иисусом, слезы по лицу. Не искажайте лик мирскую бритвой, не растолстей, как боров и барсук. 4 сентября 2003 год. Игнатий Лапкин.